сейчас я стою на улице воздушной дом 54 вот и буду сворачивать вот на эту улицу по карте она чистится как улица саперная посмотрим теперь что написано домах вот потому что иногда у меня бывают такие расхождения поскольку я иду первый раз собственно время на предварительное исследование у меня нету так вот хочет очень низко нагибать ну все правильно улица саперная солнце с той стороны такая новоделка не оригинальная не под немцев но с гаражом саперная дом 5 вот тут солидно вот а тут не очень солидно тут такой деревянный заборчик простенько но у меня такое больше нравится заборчик деревянный натуральный они заборы такие в шикарной домище тоже отремонтированный немецкий сейчас вот воздушный поселок это прямо кладезь вот таких вот элитных домиков бывших немецких и ну как бывших они не бывшие они настоящие немецкие но вот реставрированных и отремонтированных здесь все население коренное основном выселили кого куда было но я знаю что не всех стали жить те кто кому некому деваться никуда или их никуда не хотят переселять там по каким-то таким причинам по разным вот но это сразу видно по облику домов вот на перь вот в этот дом вот ну вот а большого ремонта нем не произведено вот сам посад ну может быть он будет в будущем но пока вот здесь видимо живут не самые богатые люди о забор солидный локое домище можно сказать трехэтажный шикарный дом с шикарным забором глухим так это саперная дом 10 по моему ну а это 10 а да вот тут вот пускай солидно сделано как и европе тоже дом неплохо отделано вот я только хожу и тут комментирую так достаточно и меня тупые комментарии но я сказал не отличаешься большим умом и сообразительностью или оригинальность но тем не менее тут главное на рынке не только мои комментарии о дворе какой уютный сделан домина трехэтажный вот вот это улица белинская которую я отснял якобы всю но на самом деле потом по карте посмотрел она заворачивает она пересекает воздушный пассив поселок прямо посередине вот я буду ходить по всем улочкам и практически каждый раз буду улице белинского проходить по большому счету она может быть стать отдельным объектом съемки я посмотрю как у меня получится к продолжим по улице саперной вот этот домики начали его видимо немножко по осваивать так скромным но зато он смотрится нормальный немецкий дом снимали несколько черепицы вот на этом полная новостройка полнейшие и вот это тоже новостройка но симпатично симпатично очень сделано хорошо саде пока еще правда не оборудован туда травку посадили муж и гараж тут отлично сделан немецкий дом модернизированный новая черепица покрасили солнце уже давно бы она лучше то садилась бы еще ниже потому что она мне мешает вот так вот она гуляет прямо сверху крыш вот но правда вот эта сторона улица на хоть тогда полностью так саперная 12 треугольный дом такой похож на это молельный дом такие молельные дома делать такие баптист крыша так низко уходит вот а вот домик который который мало занимаются но видимо не у всех есть средства думать ремонтировать не всех есть средства уехать другое жилье какое-то тут конечно причин много разных бывает так что пол дома отремонтирована пол дома нет такой маленький двухподъездный домик ну тоже немецкий по моему да немецкий видны пару но его и господи шифером покрыли таким серым или старым домики в ряд каждый домик индивидуально я смотрю одинаковых дому практически нет он тот дом тоже старый плохо отремонтированный ну опять же я повторюсь мне вот эти вот дома которые со стариной они мне больше нравится нежели новые вот эти вот пешенебельные вот такой фасад такого неопределенного цвета мне нравится больше чем такой вот свежекрашенный и вот тот дальше допустим так вот тоже домик во дворе гараж на улице ну и тротуар отметить тоже тут одноэтажный такой зеленый крыша шифера уже мхом покрытость давно наверное этот дом здесь заселён и краской пахнет масляный и вот что ли покрыли только раньше в этом районе бандиты были всякие хорошие люди вот эти дома в общем-то лишены были элементарных таких бытовых условий тут печки газа нет ну электричество единственно вода была вот а все остальное отопление свое даже не газовая печки обыкновенные поэтому трубы такие большие сейчас я не знаю что такое скорее всего дровяное отопление там заменено на газовое исключаю что сюда газовую магистраль какой-то подвели все-таки по просьбе трудящихся он дом большой вот но его с другой стороны с ним солнце солнце вот дом симпатичный очень реставрирован неплохо тут сверху пристроить вот эту белую сделали дома тут старая черепица осталась еще старать черепица это конечно классно она даже вот этой своей стариной она придает домам прелесть даже этот ремонтированный дом на черепица старой уже совершенно по-другому смотрится ну вот этот не богатый домик но милый сердце вот там все так это серая новостройка торсит там заброшенная судя по всему то мостовый с белых кирпичей вот саперная дом 37 скромненький дом очень симпатичный отличные домики вот тут из таких блоками такими облицованным и крылечка деревянно интересно так вот деревянный сверху козырек так вот это я выхожу на улицу как же она называется сейчас хожу так это улица добролюбова вот но это тоже улица которая пересекает воздушный поселок сказать запада на восток так же как и улица белинского я ее тоже сейчас снимать не буду вот сейчас моя дорога идет дальше по улице белинского по добролюба я сворачиваю налево и будет улица ватутина